здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим об очень интересном конкурсе а супер конкурсе который в общем то уже ассоциируется именно с городским округом люберц и мне кажется что о нем знают далеко за его пределами это конкурс супер бабушка и не только об этом мы поговорим в общем обо всем по порядку у нас в студии депутат совета депутатов городского округа люберц и елена анатольевна верховых председатель люберецкого отделения союза женщин россии а также победительница конкурса супер бабушка аж 2019 года надежда ивановна тетюлина здравствуйте здравствуйте понятно что слово депутат мы перенесем на вторую часть сейчас поговорим только о супер бабушки не просто даже а вот таком что ли женском начале этого конкурса а глобальном наверно материнском потому что бабушка же все равно мама да она в какой-то степени такая глобальная даже на языке которые сейчас не все любят грэнд мазу да то есть не просто мама вот огромная мама такая или анатольевна супер бабушка это уже исторический у нас конкурс но о 2019 году у нас прошел очень такую по-доброму хороший конкурс супер бабушка что вот до сих пор все участницы и до вспоминает с теплотой с улыбкой и мы организаторы то есть женщины когда мы об этом мы вообще планировали что он будет ежегодно и но если вы помните 20-м дыме рванула до 1 потом 20 до много событий до нового события но так как этот год у нас юбилейный у нас все-таки 400 лет нашему городскому округу и вот благодарен мы очень благодарим союз женщин то что все-таки мы собрались здесь и совместно с администрации городского округа это комитетом по культуре комитетом по спорту союзом промышленников предпринимателями вот это важно да и с беретским телевидением со сми и все-таки был 14 марта дан старт этому конкурсу сейчас идет регистрация то есть возможность успеет попасть да да то есть до 7 апреля отряд бабушек специально ну стать участницами конкурса ли беретская супер бабушка вот все-таки год у нас юбилейный и мы должны этот юбилейный год провести юбилей на до юбилей красиво это супер бабушка она должна и этот конкурс и победительница она станет ну просто как одной страничкой история как мы ватма от праздновать ну и тут наверно можно подключить к нашему разговору надежды антитюлину до супер бабушка 2019 года бывает так что победители конкурса вдруг потом исчезают занимаются делами как бы ну было 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 это в истории а вы среди вот я так понимаю так сказать передающие знамя возможной будущей победительница вот какая память об этом конкурсе почему вы вместе селена анатольевна сейчас идете вы знаете такой конкурс оставил такой добрый хороший след в душе что я три года жила этим конкурсом не было видео я все это смотрела организовано было просто супер профессионально так супер же бабушка поэтому и супер самое главное что сам процесс был до такой степени выстроен что мы знакомились 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 и постепенно на базе этого знакомства мы все сдружились то есть такой дружный коллектив дружный коллектив назвать его конкурсом можно для рекламы да на самом деле это очень хорошее доброе мероприятие для таких женщин как мы в возрасте потому что мы думаю ну все дети выращены внуки большие ну чё нам еще делать зачем ну да нет меня выросли крылья когда это дело в открыли до сих пор с вами да слава богу поэтому очень хочется всех бабушек от 55 и старше приходите пожалуйста это до такой степени моральное удовлетворение от конкурса до такой степени доброе честное жюри все дружно хорошо вы знаете с нами были как будто мы были детском садике нас привели отвели нас накормили напоили обласкали отправили домой даже нагревали да да то есть понимаете до такой степени профессионально и хореография профессиональная экскурсии очень хорошие просто хочется всех бабушек пригласить потому что потом после конкурса вы не изменились отношения с детьми то с внуками они стали гордиться бабушкой знаете как ну бабушка бабушка на все на нас любит мы можем и накричать бабушка и всех переплюнула в один прекрасно а бабушка вот теперь с уважением и самое главное в школе у меня же я живу еще классная бабушка в школе там вообще дети постоянно до сих пор об этом вспоминают ну да а дети же это не просто до получить у них право на авторитет хоть какой-то да самооценка повышается не зашкаливает что прям вот можно пальцы веером да такая крутая стала нет самооценка повышается что я смогла даже в своем возрасте показать на что и добиться и вот здесь очень важен такой момент что с появлением этого конкурса он дал возможности до людям которые не просто там активное долголетие ну понятно что есть по планы партии есть планы правительства есть планы там скажем чиновников но когда это действительно становится то есть они как бы подталкивают а люди у людей есть возможность себя проявить вот давайте мы сейчас расскажем не просто так пришла или анатольевна пришли надежда иванова они принесли с собой целый такой комплекс а как сейчас принято показывать что это будет я вижу что название любилецкая супер бабушка 2020 давайте вот мы начнем у нас такой логотип давайте я покажу красиво посмотрите у нас было видно вот такая супер бабушка то есть логотип у нас остался с 2019 года если вы помните бабушки наши у них было такое дефиле у всех были оранжевые фартус а вот в этом году мы не изменим то есть фарточки у нас будут оранжевые с кружавчиками они будут у нас будут все очень красивые мне кажется что это добрый такой шарш на победительницу очень похож да можете это выгодить что это представляет что это надежда иван очень такой добрый шарш правда очень приятный потому что да здесь даже видите что бабушка наши любилецкие супер бабушки это самые креативные интересные самые бабушки да которые успевают и заниматься потому что в том 2019 году у нас не было спортивного конкурса я хотела немножко рассказать давайте расскажем что будет да да в этом 2023 год у нас сейчас идет регистрация потом у нас будет первый конкурс это кулинарный конкурс то есть мы его немножко я в секрете мы держим вот но запахло борщом приятно я думаю что это будет в таком стиле реалити-шоу буду бабушек задания время и определенная кастрюлька меню до которой они должны это приготовить кулинарный потом потом то что не было это это спортивный конкурс и вот огромное спасибо комитету по физкультуре они разрабатывают программу которая проведется этот конкурс не просто бабушки да а это обязательно с внуками и командой поддержки чтобы это получился такой хороший все как положено да да то есть праздник именно праздник чтобы наши бабушки да то есть они соревновались тут задачи не вот не результат да ну да участие такой был семейный хороший конкурс то что нам сейчас чтобы они все сплотились чтобы друг за дружку так дальше потом творческий конкурс если вы помните 2019 году у нас творчество конкурс как бабулечки им было дано задание они креативили и в этом году они тоже у нас я надеюсь вот будет креативить и надежда ивановка она нам подскажет и свои идеи которую у нее есть потому что очень важно чтобы участь участники 2019 ну да эстафета они были как наставниками консультантами и это да это здорово я тут вот подключу еще надежда но я думаю вы наверно обрадовались когда мы позвонили говорят не хотите ли поучаствовать подготовки я увидела рекламу так или анатольевна отправила в группу у нас есть группа бабушек которые участвовали она отправила рекламу я очень обрадовалась слава богу что он сейчас будет далее себе зная дала о себе знать что я во всем помогу мне очень хочется опять вот участвовать там пережить вот этот вода такой эффект яс как технолог скажу вариться в этой каши это так вдохновляет прекрасного так сказать тоже доказательства этого конкурса идем дальше творческий потом вот и у нас будет конкурс красоты ну конкурс без него да то есть вот я вспоминаю конкурс 2019 год как все участницы к этому готовили это было репетиция дефиле наряды вот причем диадема это это был ну вот я прям свадебный какой-то вальс был я была просто это такой был праздник души вот из святом что конечно в этом году мы будет номер как говорится у победительница озвучит на дне города у нас сентябре так а сам конкурс у нас будет проходить с марта по июнь а вот июль август мы всем участникам то чтобы все таки они вот это продолжалось за вот общение ожидания волнительное соответственно орг комитет мы проведем несколько интересных они будут у нас участвовать интересных встречах будут экскурсии вот и уже к сентябрю к сентябрю потому что в июне да мы проводим конкурс красоты где у нас жюри уже будет иметь какую-то картину но будет интрига вот если интригу мы переносим на на день города вот но июль август все равно то есть участницы мы будем с ними работать принимать процесс будет продолжаться процесс будет продолжаться поэтому очень хочется зарегистрируйтесь до 7 апреля до воспользоваться да что это есть электронная почта супер бабушка 2023 собака яндекс точка ру есть сейчас работает сайт люберцы 400 можно через сайт люберцы 400 и можно обратиться в орг отдел городской администрации это позвонить по телефону 8 495 503 44 18 и 8 495 503 25 89 поэтому у нас городского округа юбилей до город наш становится все больше красивее до реконструкции до что-то не так но наша задача чтобы все женщины 55 55 разник до объединились и чтобы это был такой красивый добрый праздник всей семьи именно праздник всего городского округа ну что ж супер бабушка стартует успеете зарегистрироваться супер бабушка 2023 супер бабушка 2019 предать как олимпийский огонь а на принесла к нам студию сейчас надежда ивана нас покинет потому что ей нужно срочно идти учить детей это никто не отменял ну а мы с елена анатольевна продолжим разговаривать о всех тех проектах и все то чем занимается и совет депутатов и она как писать люберецкого деления союза женщин россии ну а мы ждем супер бабушка фактически ведь у нас в хорошем смысле слова растягивается этот проект вплоть до сентября до того момента когда и будет отмечаться 400 лет я спасибо большое вам надежда ивана с вами прощаемся а с елена анатольевна небольшая пауза напомню что эта программа открытый диалог у нас в студии сейчас уже елена анатольевна верховых депутат совета депутатов городского округа люберцы председатель люберецкого деления союза женщин россии в первой части мы говорили о конкурсе о конкурсе супер бабушка ну давайте на на еще раз напомним что заявки можно подать до 7 апреля до 7 апреля включить ли так что дорогие жители городского жительницы городского округа 55 плюс не стесняйтесь активно регистрируйтесь поверьте это будет самый замечательный конкурс вашей жизни тем более что супер бабушки не сами участвуют в конкурсе да вся семья семья коллективы в которых они может не работают и дети группы поддержка на группы поддержки сумасшедшие но сейчас не могу не коснуться других вопросов о планах как говорят у нас до творческих и так далее но прежде всего депутатская работа давненько у нас не было депутатов потому что депутаты что называется в полях работают и мы сейчас уже находимся в апреле такое время ну во первых весна набирает обороты чем сейчас занимается совет депутатов городского округ люберцы подготовка к лету но подготовка не только сейчас весна снег сошел соответственно дороги да да дороги до благоустройства потому что он ушел ну как знаете надо делать город по-новому обновлять обновлять сделать более чище потому что под снегом были не видно всевозможная проблема особенно стихийные какие-то свалки вот и есть такое да но люди выбрасывают а снег их припорашивает и потом раз и сейчас работа именно у нашего жилищно-коммунального хозяйства им не просто много очень много депутаты вот в очередь выстроились да ну конечно да жители начинают реагировать что-то жители вот есть такая житель всегда прав и они естественно я вот благодарна своим активным жителям потому что они первые вот сигнализирует сигнализирует потому что да мы иногда живем биту работа еще какие-то житель которые он даже наперед догадывается что это наверно так и должно быть депутат кто депутат он хорошем смысле слова ставленник народа если делать все правильно и депутат хорошо хороший и жители не ну знаете у нас как сейчас и валяется в мусорной валяется мне он не касается в моем-то доме он не пахнет они понимают что это влияет на экологию и так далее ну и наказы избирателей как вот выполняется ваших есть какая какой-то план нет конечно наказы избирателя все идет по плану в зависимости от того как мы в осенью приняли бюджет все поэтому сейчас работа идет может быть потом какой-то отчет да по проделанной работе обязательно то есть когда бюджет заканчивается конце года но я не веду те работы которые не заложен да конечно в конце года но естественно будет к корректировка зависимости от того какие работы будут проведены и ну иногда будет уточнение перри в зависимости от того что если запланирована например сумма меньше то а вдруг что это что-то не хватило то это будут какие-то моменты ну да можно попытаться где-то изыскать дополнительные средства еще такой вопрос он конечно напрямую к вам не относится но тем не менее опять же с началом весенне-летних работ до ускоряются работы по дорогам вот те же октябрьский проспект который является такой федеральной стройкой так далее все по-прежнему переживают по этому поводу депутаты как-то обсуждают вот эти вопросы как сейчас проходит совещание у нас есть курирующий зам естественно в эту непосредственно реконструкцию октябрьского проспекта приезжал андрей юрч воробьев и он это проинспектировал что все идет у нас все равно я думаю немножечко поднажал чтобы по еще меньше конечно конечно вот но все идет по графику есть шанс что мы ух скоро как полетим по городу ну мы все на это надеемся ну еще я так понимаю вопросы бытовые жкх наверное сейчас будут какие-то вопросы покраски стоять благоустройство дворов потому что вот я по приему своих жителей да все обращаются обновить фасад ну то есть есть у нас фонд капитального ремонта да а есть такие работы которые они не входят в эти до перечень работ соответственно жители они как бы обращаются ко мне мы обращаемся соответственно еще структуры когда ну решите вопрос и плюс это благоустройство потому что прошла у нас такая зима снежная много был там песка реагентов где-то какие-то посадки там удалились пришли что-то в негодность жители обращаются чтобы ну все-таки весна на время обновления и хотелось бы чтобы вот эти моменты да я так понимаю что тут еще вместе с жителями потому что наверное будут объявлены какие-то субботники традиционные апрельские но я думаю что 22 апреля на традиционные субботники которые у нас это но где-то в тех числах что-то будет когда будет предложено гражданам тоже поучаствовать в благоустройстве думаю что ничьи не чисто не там где это не как раз убирает они там вот мне не ссорен дань ему заряда была такая реклама советское время или на то еще один такой вопрос по поводу приема жителей прием у вас проходят жители приходят с какими сейчас просьбами ну вот помимо а бытовых еще проще но так как я все-таки возглавляю свою женщин россии и так получается что больше ко мне приходят все-таки женщины по этому вопросу мамочки ну вопросы это последние нехватка специалистов в поликлиниках потому что ну по идее все старается чтобы и специалисты были медики имеется виду которые узкие специалисты которые у нас на поликлиническое отделение номер десять и девять вроде как специалисты но поликлиники работает люди оказывают помощь но все равно люди хотят больше широкого профиля чтобы было до него же записаться на хотя бы на послезавтра на послезавтра что был именно тот специалист который них не очень хотят они ехать например этот специалист принимает малаховки или в октябрьском то есть они хотят его возле себя до жить и жителям тамильно это неудобно они хотят все в пешей доступности я так понимаю что у нас практически все коллеги из леберецкой областной больницы тоже побывали в эфире это конечно они тоже в этом заинтересованы но тут много аспектов которые касаются уже из такого всероссийского масштаба то есть некая текучка медицинских кадров и те установки у которые у них есть я так понимаю что вы на прямой связи да с больницей и решаете эти вопросы по возможности возможности но я вот пользуюсь случаем хотелось бы конечно поблагодарить наш вот московский областной центр материнства и детства и так вот татьяна николаевна мельник да наши тоже да на каком высоком уровне у нас поставлена работа и благодаря вот эти николаевна у нас в нашем городском округе вот вот эти услуги медицинские оказывается на очень высоком уровне и детки наши выздоравливают но единственное что до мамочки хотят чтобы такой уровень специалистов был везде был рядом с домом да вот просто рядом с домом но это логично наверное тоже вопрос опять же мы можем адресовать только уже в министерстве на российской почему потому что но тут москва никуда не денешься она всегда находится рядом и ни для кого не секрет мы этот вопрос напрямую врачам задаем многие специалисты конечно же в поисках лучшие зарплаты не всегда кстати лучших условий может быть труда ну да но лучшие зарплаты могут уехать поэтому тут уже работа идется ведется мониторинг ведется эта проблема а просит ли у вас какую-то помощь материальную вы же можете через депутатов областной думы и депутатов государственной думы каким-то образом помогать до людям но направлять по крайней мере вот все все правильно когда обращаются ко мне с какие-то именно серьезными проблемами и я обращаюсь к коллегам из московской областной думы опять же пользуюсь случаем дмитрий валентинович не искать здесь провел такой большой прием эту помощь которая оказывается то есть я считаю что совместно вот эта работа когда муниципальный депутат цепочка цепочки доработает то есть это виден результат работы к благодаря вот и депутата да и депутату на совета депутата все-таки он на том уровне который законодатель не всегда позволяет до решать какие-то вопросы там финансовые так далее а здесь вот в такой связке с депутатами высшего скажем так звена можно можно взяться горы свернуть тем более что депутаты московской властной думы тоже нас постоянно бывают и мы задаем кстати довольно иногда сложные вопросы жизнь нам их подбрасывать но и возвращаясь к теме отделения союза женщин россии любилец кого да это такой глобальный союз без которого наверное трудно себе представить жизнь скажем и в советском союзе и вот в россии в современной любилецкое отделение а что входит ваши обязанности вы избираете какой-то совет женщин ну у нас есть председатель заместители и несколько направлений которые мы ведем и есть и как мои вот подруги они здесь приходят это проект такой я свяжу тебе жизнь которые опять же наши женщины начинали вязать на пехорских посиделках да который возглавляет наша подруга или за петрова терешкин да мы вязали для недоношенных деток да было у нас да да это было а сначала мы с его огромное количество женщин включились они вяжут сейчас носки шапочки ванишки да для участников спецоперации сейчас от весна соответственно мы занимаемся другими проектами то есть это все равно вот сбор гуманитарной помощи ну поддержки нашим военнослужащим это поддержка нашей до семьи поддержка сейчас опять же медикам потому что как бы происходят какие-то моменты до государства наше она прикладывает огромное этому силе и средства но где-то например что-то не хватает и мы конечно союз женщин включаемся и поддерживаем но и я так понимаю что союз женщин это еще вопросы семьи до института семьи там брака детские сады школы тоже да к вам наверняка обращаются но обращаются но опять же пользуясь вот куда направить да вот то что у нас в нашем городе так построена работа что когда например я обращаюсь к виктории юрьевне бунтина который у нас возглавляет управление образоваться наше поставить да вот и всегда решается и поддержка идет и я на самом деле считаю что когда мы все вместе работаем в одной связке команде команде то есть есть результат поэтому нет такого что я наши женщины обратились и отказали такого ни разу не было но мне остается сказать что хочется пожелать чтобы все эти работы и все те проекты которые я на то нас здесь бывает часто вот самыми разными идеями кстати самим разными людьми и всегда кого-нибудь за ручку приводит сегодня тоже у нас была надежда ивана тетюлина победительница конкурса супер бабушка 2019 но еще раз напоминаем что конкурс проводится будет практически весь год ну дам до осени до празднования 400-летия городского круга люберцы елена анатольевна верховых именинница депутат совета депутатов городского круга любер за который в свой день рождения вместо того чтобы печь торт пришла к нам рассказать о тех проблемах и о тех интересных проектах которые существуют всего вам доброго спасибо здоровья это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а